Авиакатастрофы и кораблекрушения случаются в Бермудском треугольнике регулярно. Но даже на этом мрачном фоне выделяется трагический инцидент 1945 года. Нет ни одной гипотезы, которая могла бы удовлетворительно объяснить гибель эскадрильи 19. Все-таки в тот день пропал не один, а несколько самолетов. И это было, безусловно, масштабное происшествие. Каковы же вероятные причины самого известного инцидента в истории Бермудского треугольника — гибели эскадрильи 19? Следователь службы безопасности полетов Питер Леффит тщательно проанализировал все записи переговоров членов экипажа и реконструировал события, произошедшие во время вылета эскадрильи. Первое примечательное событие произошло еще до того, как эскадрилья поднялась в воздух. Лейтенант Тейлор просил не ставить его ведущим эскадрильи. Кстати, он опоздал на брифинг из-за его опоздания, даже задержали вылет. Но Тейлор ничего не объяснил, так что мы не знаем, были ли у него в тот день какие-то психологические проблемы, находился ли он в состоянии стресса, мучили ли его какие-нибудь предчувствия. И, тем не менее, есть все основания полагать, что с медицинской точки зрения он не в полной мере был готов к этому полету. Но просьба ведущего эскадрильи была отклонена. Тейлор считался опытным пилотом, и начальство не сомневалось в его профессионализме. У ведущего эскадрильи Тейлора было около 2500 часов налета, и он считался опытным пилотом. Но он был недостаточно хорошо знаком с этим районом. Все остальные пилоты имели стаж в 300 летных часов, и, по сути, они просто были курсантами, а не опытными пилотами. С опережением графика Тейлор и его курсанты добрались до первого этапа своей миссии. Это был учебно-боевой вылет. Эскадрилья 19 должна была подняться в воздух с военно-морской базы Форт Лодердейл. Во Флориде. Пролететь определенное количество километров на восток над Атлантикой, а затем произвести практическое бомбометание. Далее они должны были повернуть на восток. Затем повернуть на северо-северо-запад и лететь в этом направлении. Затем повернуть на юго-запад, вот так. И это бы привело их обратно в Форт Лодердейл. Тренировочная миссия включала также закрепление навигационных навыков, обязательных для всех пилотов. Эту процедуру военные называли «мертвым расчетом». При этом в варианте навигации вы определяете свое местонахождение только посредством автономных приборов, измеряющих время, скорость и расстояние. Вам не требуется радиосвязь с наземными средствами навигации. При автономной навигации необходимо также учитывать скорость доминирующих воздушных потоков. В тот день ветер был преимущественно юго-западный и западно-юго-западный. Это придавало самолетам дополнительную воздушную скорость, так что дополнительная скорость составила от 10 до 12 метров в секунду. Из-за этого их могло отнести несколько дальше, чем они рассчитывали. И они могли не попасть в запланированное место, а пролететь дальше. Меньше чем через два часа после начала полета появились первые тревожные признаки. Тейлор почувствовал, что-то пошло не так. Где-то на втором или третьем отрезке пути, когда они повернули на северо-северо-запад и шли, если я не ошибаюсь, курсом 346, Тейлор вдруг решил, что они не туда повернули. А возможно, это было фатальным решением. Именно это. Я не знаю, где мы находимся. Мы, должно быть, сбились с курса. После этого Тейлор сообщает, что у него вышли из строя курсовые приборы. Что происходит? Пауэрс, отвечайте! Обычные тренинги пилотов — это постоянная работа с приборами. Опытный пилот полагается на показания своих приборов. Если курсовые приборы вышли из строя, Тейлор может ориентироваться только по линии горизонта и наземным объектам. Тейлор Коксу, наши курсовые приборы отказали. Ищем Форт Лодердейл. Пролетаем над небольшим островом. Никакой суши не видно. Он видел землю, но поскольку не так давно служил в Майами, и местность ему была не очень хорошо известна, он передал, мы над рифами. Я не знаю, как мы сюда попали, но мы над флоридскими рифами. Именно в этой точке через некоторое время он сбился с курса, посчитав, что находится над Мексиканским проливом. Из анализа переговоров членов экипажа эскадрильи следует, что вопрос Тейлора случайно услышал еще один летчик, пролетающий над Флоридой. Кокс Тейлору, 74-й борт вызывает Пауэрса. Сообщите ваши координаты, чтобы мы могли вам помочь. Это был борт номер 74 под командованием лейтенанта Кокса. Тейлор передает Коксу, что, по всей видимости, он находится над архипелагом Флорида-Кис, и, соответственно, ему нужно вернуться в форт Лодердейл. Связь между пилотами прервалась. Повторяю еще раз, это борт 28. Мы направляемся на восток. Повторяю, это борт 28. Очевидно, если эскадрилья 19 продолжала лететь над океаном в восточном направлении, то она все дальше удалялась от радиопередатчика. Пилоты должны были это понимать, но в конце концов они вышли из зоны действия станции и уже не способны были вести переговоры. Кокс, в свою очередь, летел на юг, и поэтому радиосигналы постепенно слабели. Самолеты удалялись друг от друга вместо того, чтобы сближаться. А это говорит прежде всего о том, что Тейлор так и не пролетел над архипелагом Флорида-Кис. Он просто ошибался. На радарах побережья Флориды видно, что эскадрилья 19 находится далеко в океане. На основе многих вычислений можно определить, что Тейлор находился где-то в Атлантическом океане. Я бы сказал, примерно в этом районе. Согласно имеющейся информации, Тейлор летел над Багамскими островами и ошибочно принял их за Флоридские рифы. Изучив данные радиосвязи, Питер Леффи сделал вывод, что Тейлор все больше и больше запутывался. Это борт 28. Мы летим на восток. Вас понял, слышно плохо, но я вас понял. Все их переговоры – это явный признак того, что Тейлор начинает утрачивать контроль над ситуацией. К тому же он был уверен, что правильно определил свое местоположение. А это было не так. Думаю, что все это связано с его эмоциональным состоянием и с той самой попыткой отказаться от роли ведущего эскадрильи в этот роковой день. К сожалению, достоверно мы ничего про это не знаем. Так было ли психическое состояние Тейлора причиной его неспособности вести самолет? Усталость и замешательство пилота – это реальная проблема в авиации. Рональд Оберхольца – главный инструктор Американской летной академии. Он демонстрирует ситуацию, сопряженную с опасностью для жизни, называемую пространственная дезориентация. Она может возникнуть, когда зона видимости пилота становится размытой, или его зрительное восприятие ограничено. Итак, на мне летные очки, которые ограничивают обзор. Я опускаю голову, чтобы не видеть курсовые приборы. А теперь я попытаюсь вести самолет, руководствуясь только собственными ощущениями. И быстро выясняется, что даже я, опытный летчик, не могу удерживать самолет в горизонтальном полете. Самолет начинает поворачивать направо носом вниз и набирает скорость. Это называется штопор. Ну, конечно же, тут я поднимаю голову вверх, сверяюсь с приборами и вывожу самолет из штопора. Но вы прекрасно видели, что в таких случаях происходит. Но если у Тейлора была нарушена пространственная ориентация, и его курсовые приборы вышли из строя, то почему он не передал управление кому-нибудь другому? Дело в том, что в сложных ситуациях последнее слово всегда остается за ведущим. А в нашем случае ведущий был совершенно дезориентирован и не знал точного местоположения эскадрильи. Они вошли курсом 270 по направлению к суши. И на радарах города Ньюсмирно во Флориде определили их местонахождение. Но они находились примерно в 240 километрах от берега. Вот такое было расхождение. Другая прерванная радиопередача содержала отчет о том, что рейс снова изменил направление и двигался обратно на восток. В этой точке у них оставалось топливо всего на 20 минут. В любом случае, они не добрались бы до суши. К моменту заката Солнца «Авенжеры» должны были израсходовать все свое топливо. Когда останется меньше 40 литров топлива, нам всем надо будет привозиться. Ясно? Так, поняли. Прием. Я не уверен на 100%, но, скорее всего, они приняли решение, что раз уж придется садиться на воду, то всем вместе. Наверное, они поняли, что окончательно заблудились, что им уже не найти сушу, и что скорее их обнаружат, если они будут держаться вместе. Но летчики прекрасно понимали, насколько опасно аварийное приводнение в шторм. Зачем же они последовали за Тейлором в море? Когда самолеты летят в боевом порядке, летчики обязаны следовать за ведущей машиной. В случае, если пилот совершает ошибку и, допустим, врезается в скалу, следующие за ним бомбардировщики также могут потерпеть крушение. Другими словами, во время подобных полетов курсанты обязаны следовать за лидером группы. В 19.04 на берегу в последний раз слышат, как один из пилотов эскадрильи вызывает лейтенанта Тейлора. Несколько часов спустя теряется связь и с одним из поисковых самолетов, морским бомбардировщиком Мартин Маринер с 13-ю членами экипажа на борту. Бомбардировщик пролетел вдоль побережья Флориды до Нью-Смирны, затем повернул на восток и стал удаляться от берега. И вскоре он исчез с экранов радаров. По свидетельствам очевидцев, в этот вечер в океан рухнул гигантский огненный шар. Означает ли это, что бомбардировщик взорвался в воздухе? Лефе утверждает, что все было именно так. Конечно, самолеты редко взрываются в воздухе, но в машинах этого типа могло находиться до 4000 литров авиационного топлива, а при утечке паров бензина для взрыва достаточно одной зажженной сигареты. Все это, конечно же, очень печально, однако в этом нет абсолютно ничего сверхъестественного. Полагаю, что на все повлиял человеческий фактор. Хотя обломки «Эвенжеров» и «Мартина Маринера» так и не были найдены, следователь Питер Лефе считает, что переговоры летчиков говорят сами за себя. Я тщательно изучил все документы и пришел к выводу, что в гибели эскадрильи 19 нет ничего не объясним. Большая часть авиакатастроф происходит не по одной причине. Как правило, это цепь роковых обстоятельств. Сначала возникает одна проблема, затем вторая, потом еще одна, и в конце концов летчик уже не может совладать с ситуацией. И в нашем случае таких проблем тоже было несколько. Плохая погода, потеря ориентировки, ошибочная уверенность в правильности своего местонахождения плюс психологическое состояние пилота. Лефе совершенно убежден, ничего мистического в данной трагедии нет. Так что я не обнаружил ничего похожего на какие-то сверхъестественные явления. Налицо была пространственная дезориентация лидера полета. И никаких признаков пришельцев, магнитных аномалий, газовых облаков или чего-то подобного. Таковы выводы эксперта, изучившего летные материалы эскадрильи-19. А что может сказать наука по поводу других загадок Бермудского треугольника? Ураганы, дрозы, смерчи. Район Атлантики под названием Бермудский треугольник печально известен своими непредсказуемыми и часто очень бурными атмосферными явлениями. К сотрудникам береговой охраны США постоянно поступают сигналы тревоги свод побережья Флориды. В среднем они принимают около 8 тысяч сигналов в год. Это около 700 сигналов в месяц или 25 сигналов в день. По мнению сотрудников береговой охраны, большинство аварий приводят в человеческий фактор, неисправность техники или неблагоприятные погодные условия. На юге Флориды очень часто раздражаются грозы и дуют шквальные ветры. Вообще-то факторы, затрудняющие навигацию в этом районе Атлантики, ничем не отличаются от факторов в любых других водах. Ну, например, кому-то недостает опыта управления катером или он выходит в море в нетрезвом состоянии. Ежегодно в Бермудском треугольнике случается множество гроз и ураган. Так может быть, в большинстве аварий виноваты атмосферные явления? Район Бермудского треугольника уникален прежде всего с точки зрения метеорологии и океанографии. В этой зоне встречаются холодные и теплые воздушные потоки. А при встрече двух противоположных фронтов спокойной погоды ждать не приходится. Барт Хаггермеер — главный метеоролог службы гидрометцентра США в городе Мельбурн, штат Флорида. Мы составляем прогнозы погоды над океаном у восточного побережья, и нам хорошо известно, насколько бурной бывает погода. Хаггермееру довелось своими глазами увидеть значительное число ураганов. Самый разрушительный за последнее время ураган пронесся над США в августе 92-го года. Он прошел над Багамами, и чтобы оценить его разрушительную силу, достаточно было одного взгляда на радар. Ураган Эндрю унес жизни 41-го человека и нанес ущерб в размере 25 миллиардов долларов в одной только Флориде. Сезон ураганов 2005-го года был напоминанием о той разрушительной силе, что рождается на океанских просторах. Воды восточного побережья Флориды, а также Карибского бассейна и Багамских островов достаточно непредсказуемы. Там постоянно меняется погода. Только в этом году у нас уже было четыре урагана, сформировавшихся над Багамскими островами. Это действительно беспрецедентно. Хаггер Мейер и его коллеги скептически относятся к мифу Бермудского треугольника. У них есть более насущные проблемы. Мы составляем прогнозы погоды на суше и на море. И нам хватает забот с вполне нормальными явлениями, чтобы еще беспокоиться по поводу различных аномалий. Наша задача — составить верный прогноз погоды и сделать все от нас зависящее, чтобы не пострадали люди. Мощные ураганы Флориды часто застают врасплох недостаточно опытных любителей водных прогулок. Если вы не проходили специальных курсов безопасности, то можете и не знать, что перед выходом в море необходимо узнавать погоду. Иначе вы можете легко попасть в беду, очутившись в зоне шторма или урагана. Для этих вод Атлантики характерны сильные течения, ураганы, ветры, плохая погода и частые грозы. Все эти потенциально опасные природные явления приводят к увеличению количества несчастных случаев. Это вполне объяснимо. В этих водах часто появляются водяные смерчи. Торнадо, которые идут над морем, угрожая безопасности судов. Моряки прошлого больше всего боялись именно этого крайне опасного явления. Скорость ветра внутри водяного смерчи иногда достигает 300 км в час. Это вполне достаточно, чтобы перевернуть, например, катер. Фотограф Джим Эдс неоднократно наблюдал бушующий над океаном водяной смерч. Существует два вида водяных смерчей. Первый называется смерчем хорошей погоды, с длинным, темным, плоским основанием в кучевых облаках. К нему поднимается вверх поток теплого воздуха. Как правило, такие смерчи бывают не особенно сильными и не очень быстро передвигаются. Их достаточно легко обойти. Второй тип называется водяным торнадо. Это уже настоящая конвективная буря с сильной грозой и гораздо более мощным водяным столбом. Такие смерчи перемещаются несколько быстрее и, соответственно, более опасны для мореплавателей. В акватории одного только архипелага Флорида Кис образуется не менее 500 водяных смерчей в год. Как правило, водяные смерчи перемещаются не особенно быстро. Но если вы вышли на катере в море, а затем отправились поужинать в камбуз и уже не следите за облаками, то можете заплыть прямо в водяной смерч. Он перевернет ваш катер, а вы даже не успеете среагировать. Но если у побережья Флориды образуется множество смертельно опасных ураганов, мог ли один из них стать причиной гибели эскадривии-19? Известно, что в тот день ветер над океаном дул со скоростью 10 метров в секунду с отдельными порывами до 15 метров. Так что погода была не самой благоприятной для полёта. К тому же на высоте 800 метров, то есть довольно низко над землёй, начинали формироваться облака. Мне кажется, что лучше меня о том, что произошло в тот день, знают только сами лётчики эскадрильи-19. Так что можете мне поверить, погода в тот день была не самой благоприятной. Эксперты единодушны во мнении, что если эскадрилья попала в сильную грозу, то статическое электричество молний могло повредить радиопередатчики, а также вывести из строя курсовые приборы. «Если вы ведёте корабль или самолёт в грозовой зоне, а во Флориде без сомнения столица гроз США, то вполне естественно ожидать, что ваши приборы начнут давать сбои. Так что, оказавшись в зоне плохой погоды, лётчики, скорее всего, потеряли ориентировку в облаках. Не забывайте, что у них не было того сложного электронного оборудования, которым обладают сегодняшние пилоты». Но если гибель эскадрильи-19 была вызвана потерей пространственной ориентировки и плохими погодными условиями, то может ли непредсказуемая погода Бермудского треугольника быть основной причиной других его загадочных катастроф? «Вообще-то исчезновения в Бермудском треугольнике могут быть вызваны и другими ещё неизвестными нам причинами, так что я не стал бы списывать всё на погоду». 2 мая 98-го года стояла хорошая солнечная погода. Капитан Джон Уиллис вышел в море порыбачить на своём катере «Мисс Шарлотта». Он добрался до заранее выбранного места и решил вздремнуть перед рыбалкой. Внезапно катер сотряс мощный толчок. Огромная волна сбросила капитана с кровати, перевернула лодку и отправила её на дно. В результате расследования выяснилось, что гибель катера была вызвана феноменом, получившим название «блуждающей волны». Дело в том, что для Бермудского треугольника характерны очень быстрые течения, большие волны и сильные ветра. Профессор университета Майами океанолог Артур Мариано посвятил всю свою жизнь изучению этих непредсказуемых бурных вод. В океане иногда появляются так называемые «блуждающие волны». В этом районе Атлантики иногда возникают весьма опасные волны гигантских размеров. Как правило, волны составляют, скажем, от двух с половиной до трёх метров в высоту, но каждая стотысячная волна может достигать уже шести метров в высоту. А поскольку длина волны возрастает вдвое, энергия, с которой она обрушивается на катер, увеличивается в четыре раза. Многие катера подобного удара просто не выдерживают, так что блуждающие волны могут вызвать очень серьёзные разрушения. Вполне очевидно, что такие волны могут нанести огромный ущерб морским судам. Блуждающие волны появляются из-за определённых погодных условий и сильных течений, и они во многом подогревают интерес к загадке Бермудского треугольника. Ко всему прочему, в этом регионе проходит несколько сильных подводных течений. Марианна утверждает, что причинами многих таинственных исчезновений прошлого могли стать именно они. Сильные подводные течения Бермудского треугольника доставляли мореплавателям прошлого немало хлопот. Раньше моряки ориентировались при помощи навигации по звёздам или небесной навигации. Сильные течения могли привести к отклонениям от курса, то есть вы уже не могли точно определить, где находитесь. Теперь представьте, что вы сбились с курса. Вы далеко в море, и тут начинается шторм. Понятно, что из-за бури и сильных подводных течений, дополнительно увеличивающих высоту волн, создаётся весьма опасная ситуация. У Бермудского треугольника есть ещё одна уникальная и смертельно опасная для навигации особенность. Водная магистраль под названием Гольфстрим. Гольфстрим — это сильное океаническое течение, проходящее вдоль западной границы Бермудского треугольника. Оно играет важную роль в климатической динамике океана, перенося тепло с юга на север, в основном при помощи подводных потоков. Порой они достигают пяти, семи, а то и девяти километров в час. Мощный Гольфстрим может закручиваться в небольшие водовороты, образуя зоны с круговым течением воды. Океанические водовороты напоминают смерчи и торнадо. У них несколько иная динамика, однако одни представляют собой достаточно мощные образования, что может создавать проблемы при навигации и увеличивать высоту волны. В результате таких водоворотов возникает феномен под названием турбулентная дисперсия. Иными словами, если вы поместите в океан некоторое количество объектов, то из-за турбулентной дисперсии они окажутся рассеянными по достаточно большой территории в течение весьма короткого промежутка времени, что в свою очередь сильно затрудняет поисково-спасательные операции. Гипотеза турбулентной дисперсии может объяснить тот факт, что тела погибших летчиков и обломки самолетов эскадрильи 19 так и не были найдены. Исчезновению самолетов эскадрильи 19 можно дать вполне научное объяснение. Из-за плохой погоды эти машины оказались в океане и как только они коснулись его поверхности, огромные штормовые волны просто разорвали самолеты на части. Они затонули, но мы не знаем, где именно. К тому же это произошло в том районе Атлантики, где Гольфстрим достигает 5-7, а то и 9 километров в час. Мариана наглядно демонстрирует, что могло произойти с обломками самолетов эскадрильи 19 при помощи так называемого волнового резервуара. Сейчас при помощи этого резервуара я продемонстрирую, как происходит дисперсия краски на поверхности воды. Ну, разумеется, с той поправкой, что самолет сделан из металла, его дисперсия протекает несколько иначе. Мы будем наблюдать за поведением краски в различных ситуациях. Сначала посмотрим, что происходит в спокойных условиях. Здесь хорошо видно, что дисперсия протекает достаточно медленно. Но если мы нажмем на эту кнопку, то процесс начнет развиваться гораздо быстрее. Этот простой эксперимент наглядно показывает, что могло произойти в тот день. Самолет коснулся поверхности океана, его обломки подверглись дисперсии, а затем погрузились на дно. Затем Мариана иллюстрирует свою гипотезу дисперсии обломков самолетов эскадрильи 19 при помощи компьютерной анимации. Если в Бермудском треугольнике ломается катер, то его может отнести далеко в море с сильным течением. Так что если даже некоторые обломки самолетов не затонули, то в результате дисперсии их очень быстро разбросало по океану. Эта программа показывает, что через 72 часа обломки могут быть рассеяны на территории площадью до 19 тысяч квадратных километров. А это все равно, что искать иголку в стоге сена, особенно если вы не знаете первоначального места положения самолета и находитесь в очень большой области рассеивания. Так что обнаружить обломки самолетов эскадрильи было практически невозможно. Таким образом, многие так называемые загадочные катастрофы и кораблекрушения вполне могли быть вызваны естественным поведением вод Бермудского треугольника. Но сумеет ли наука опровергнуть все фантастические гипотезы загадочных катастроф? Он явно обладал электромагнитным полем, и как только я в него попал, мои электронные и магнитные приборы вышли из строя. При этом небо не было голубым, все вокруг было серым. Для научного сообщества Бермудский треугольник не представляет собой ничего таинственного. большинство ученых убеждены, что всем его загадкам можно дать вполне рациональное объяснение. Как правило, подобные трагедии случаются из-за того, что летчикам или морякам не достает фактических знаний для навигации в этом районе. Разумеется, нередко происходят и технические поломки, но люди традиционно пытаются придать загадочным катастрофам мистический орел. Но есть и те, кто продолжает считать, что в этих водах действуют таинственные и необъяснимые силы. Однако их гипотезы скорее напоминают научную фантастику. В 70-м году в небе над Бермудским треугольником произошло совершенно невероятное событие, оказавшее сильное влияние на всю последующую жизнь летчика Брюса Джернона. Пролетая над Багамскими островами, он внезапно попал в странное облако, которое, как ему показалось, возникло на пути самолета за считанные секунды. Сначала я решил, что оказалось в обычном облаке с практически нулевой видимостью. Однако это небольшое линзообразное облако переросло в огромный воздушный шквал. Я ничего подобного раньше не видел. У меня создалось впечатление, что шторм двигался по кругу. По обеим сторонам от меня на расстоянии 15 километров было только два полукруглых вихря, по форме напоминающих огромные пончики. Я пролетел по краю шквала в южном направлении. Я надеялся в дороге свернуть в сторону, но сделать это было невозможно. Дело в том, что шквал двигался по кругу, и я следовал за ним. Неожиданно Джернон, запертый внутри этого странного кругового урагана, увидел тоннель, проходящий сквозь облака. Он до сегодняшнего дня уверен, что эта брешь в грозовом фронте была его единственным спасением. Как только я попал в этот тоннель, произошло нечто необычное. Вокруг его стен немедленно образовались линии из облачных клубов. Эти линии шли до самого конца тоннеля. Они также медленно вращались против часовой стрелки. Потом я решил полететь к другому концу тоннеля, и я рассчитал, что это займет около трех минут, но у меня ушло на это всего-навсего 20 секунд. Все это было совершенно невероятно. Честно говоря, мне кажется, эти линии были на самом деле линиями времени. То есть я увидел ткань самого времени и пролетел сквозь нее. Понимаете? Джерно называет это сверхъестественное явление электронным туманом. Этот туман обладал электромагнитным полем. Я уверен в этом. И как только я в него попал, мои электронные магнитные приборы вышли из строя. и небо не было голубым. Все вокруг было серым. Такой специфический сероватый оттенок. Странный. Я такого никогда не видел. Джерно утверждает, что пересек область электронного тумана всего за три минуты. В обычных условиях это заняло бы 30 минут. Летчик сравнивает это с прохождением так называемой кротовой норы. Теория кротовых нор. звучит несколько фантастично. Но если вы обратитесь к физике элементарных частиц, то поймете, что в ней может содержаться иррациональное зерно. Частицы постоянно исчезают и появляются вновь. И если несколько изменить масштаб, то этот процесс можно сравнить, например, с поведением самолета в Бермудском треугольнике. Сторонники гипотезы кротовых нор и энергетических вихрей в Бермудском треугольнике часто ссылаются на работы физика-самоучки Джона Хатчинсона. Я лично знаю Брюса Джернона, и он мне рассказал о том удивительном случае. Я сам испытал нечто подобное, когда однажды производил в районе Бермудского треугольника некоторые измерения. Да, я тоже попал в этот электронный туман. Все это произошло совершенно неожиданно. Подобные ощущения трудно описать. Если в такую область попадет корабль или самолет, он может внезапно исчезнуть или сойти с курса, а потом разбиться или затонуть. Кстати, эти явления характерны не только для зоны Бермудского треугольника. Подобные загадочные силы действуют на гораздо большем участке Атлантики. Но подавляющее большинство ученых отрицает возможность существования кротовых нор, путешествия во времени и электронного тумана. Я никогда не слышал, чтобы кого-нибудь затянуло в туннель времени. Вряд ли электронный туман в ближайшем времени станет объектом изучения службы гидрометцентра США. Я никогда не слышал про электронный туман. Нам вполне хватает хлопот с обычным. туман. это реально существующее и научно подтвержденное атмосферное явление, которое может причинить серьезный вред кораблям и самолетам. В районе Бермудского треугольника есть все условия для образования сильного тумана. Когда температура воздуха понижается до точки росы, возникает туман. Допустим, холодный воздушный фронт проходит над Гольфстримом. Температура воды при этом все равно будет составлять около 26 градусов. То есть температура воздуха у поверхности будет около 20 градусов, а чуть выше от 4 до 10 градусов, что приведет к практически нулевой видимости и образованию тумана. Вот так и протекают эти природные процессы. Хагер Мейер и его коллеги из Национального погодного бюро еще ни разу не наблюдали аномалий в метеорологических туманах. Иногда у восточного побережья Флориды создаются благоприятные условия для образования тумана, и он может не рассеиваться достаточно долго. Но Брюс Джернон продолжает верить, что тот туман был уникальным. Он все еще пытается дать ему научное объяснение. По мнению летчика, это явление напрямую связано с тайной Бермудского треугольника. Десятки пилотов побывали в подобном тумане, и я уверен, что многие из них не вернулись. Джернон убежден, что летчики эскадрильи 19 вполне могли попасть в электронный туман. полагаю, та ситуация была во многом похожа на мою. Они находились примерно в 50 километрах севернее от того тоннеля времени, через который прошел яд. И первое сообщение об этом тумане поступило в 15.30. Я попал в центр этого явления точно в то же время, только 25 лет спустя. Я не знаю, путешествовали ли они во времени, но они абсолютно точно потеряли ориентировку, потому что вышли из строя их курсовые приборы. Магнитные компасы не работали, никто из них не мог определить, где находится запад. Туман вывел из строя электронное оборудование, ведь у них был прибор, который показывал на Форт Лодердейл, и все, что им нужно было сделать, так это просто лететь в направлении стрелки. Но они не могли этого сделать. Это было невозможно в такой ситуации. Так что они были обречены. Неизвестно, получит ли эта гипотеза подтверждение. А пока эксперты пытаются понять, мог ли обычный туман стать причиной исчезновения эскадрильи-19. В то время еще не умели составлять надежных прогнозов погоды и пользовались небольшим числом данных. Вероятность того, что недостаточная информация о погодных условиях могла стать определяющим фактором трагедии достаточно высока. А условия были явно нестандартные. Исследователь Жан Квазар предложил еще одну гипотезу исчезновения самолетов. По его мнению, в момент аварии они могли находиться над сушей. небо над побережьем Флориды было полностью покрыто кучевыми облаками, так что землю летчики видеть не могли. А у самолетов типа Эвенджер не было даже посадочных прожекторов. Они не смогли бы приземлиться в темноте. Обозначат ли гипотеза Квазара начало нового этапа в изучении причин трагедии эскадрильи-19? У меня есть несколько свидетельств того, что эти самолеты продолжили лететь на запад. Они пересекли беговую линию усиления Флагер-Бич и упали в болото на юге штата Джорджия. Мне удалось найти отчет военно-транспортной авиации США, в котором сообщается о появлении пяти неопознанных самолетов в районе Акифеноки. Радисты городов Брунсвик и Джексонвиль тоже заметили эти неопознанные машины. Информация была передана в Майами, так что теперь у нас есть пять неопознанных самолетов, которые так и не достигли ни одного из портовых городов. Их появление в небе над Флоридой было совершенно необъяснимым. И еще один интересный момент. В 19 часов на радарах авианосца Соломонс появились шесть самолетов, пересекающих береговую линию. Как известно, в это время эскадрилья все еще находилась возле Квазар убежден, что настало время вплотную заняться загадкой эскадрильи 19 и многими другими тайнами Бермудского треугольника. Мы должны наконец разобраться, ведь все это реальные случаи, они происходят на самом деле. Корабли и самолеты исчезали и продолжают исчезать. Надо приложить все усилия для того, чтобы понять причины всех этих происшествий. Через 60 лет после гибели членов экипажа эскадрильи 19 и поискового бомбардировщика палата представителей США почтила их память специальной резолюцией. Член администрации штата Флорида Клей Шоу заявил, что хотя обстоятельства того дня остаются невыясненными, погибшие люди никогда не будут забыты. Он также выразил надежду на то, что подобная трагедия не повторится. Несмотря на убедительное объяснение ученых, многие продолжают верить в то, что причины гибели эскадрильи 19 стали аномальные явления в Бермудском треугольнике. Человек высадился на Луне, расщепил атом, и тут его ставят в тупик локальный инцидент у побережья Флориды. Так может быть мы наконец спросим себя, что там происходит, какие силы там действуют и почему они постоянно мешают нам разобраться во всех этих событиях. Я думаю, что трагедии Бермудского треугольника связаны с человеческим фактором, техническими неполадками, погодными условиями и атмосферными явлениями. Эти причины объясняют около 90% всех инцидентов. Что же касается остальных 10%, то я сильно сомневаюсь, что мы когда-нибудь выясним их настоящую причину. Да, вряд ли феномен Бермудского треугольника когда-нибудь получат удовлетворительное объяснение. Для большинства специалистов Бермудский треугольник скорее вымысел, чем реальность. Так называемые тайны Бермудского треугольника не имеют под собой никакой научной основы. Это просто многочисленные истории, которые достаточно условно связаны между собой. Как известно, люди склонны объяснять загадочные инциденты действием сверхъестественных сил, всегда находят необходимые связи. На мой взгляд, Бермудский треугольник это просто очередной миф. Участок, который по сути ничем не отличается от других вод от Атлантического побережья. Конечно, в глубине души мне бы очень хотелось встретиться с пришельцами. Я бы с удовольствием познакомился с существом с другой планетой, но я очень сильно сомневаюсь в том, что пришельцы имеют к этому хоть какое-то отношение. По-моему, вся эта история с Бермудским треугольником полная ерунда. Корабли и самолеты постоянно исчезают по всему миру, и это никак не связывает с каким-то конкретным местом. Достаточно посмотреть на все эти исчезновения в исторической перспективе, чтобы понять, что они не ограничены районом так называемого Бермудского треугольника. За редким исключением физических свидетельств, связанных с необъяснимыми инцидентами, не существует. зато есть огромное количество самой разнообразной литературы, масса спекуляций и предположений. Срабатывает старая как мир истина. Чем меньше мы знаем о каком-то явлении, тем более таинственным она нам кажется. истина. КОНЕЦ